Свой отчет глава города Анатолий Пахомов начал с конкретных цифр. Сочи получил 360 километров новых автомобильных дорог, 480 километров газопровода, 550 километров высоковольтных линий и 700 километров распределительных сетей. 14 страниц доклада вмещают все новое, что приобрел город за предолимпийские 7 лет. Но именно 2014 год открыл миру Сочи. Прошедший год был для нас очень удачный. Прошедший год для нас был победоносным, потому что 5 лет мы шли к тому, чтобы достойно провести Олимпийские и Паралимпийские игры. Мы их провели. После Олимпийского наследия столь большой подарок нашему городу, что сегодня мы говорим только об одном – сбылась мечта сочинцев, и наш курорт стал круглогодичным. Интерес к Сочи проявляют на международном уровне. Городскими школами, детскими садами, больницами, учреждениями культуры можно гордиться и приглашать на экскурсии иностранцев, отметил глава курорта. Но это еще и стимул к тому, чтобы в комфортных условиях работать с интересом и по-новому. Мы надеемся, что в следующем году мы станем еще ближе к нашим пациентам, еще радушнее, еще открытие. И все это действительно сделает каждого сочинца чуть-чуть счастливее, чуть-чуть добрее и намного-намного здоровее. Были подведены итоги ряда городских профессиональных конкурсов. Получили награды за лучшие оригинальные новогодние оформления руководители объектов торговли, общественного питания, сноторно-курортного комплекса. Среди победителей детское дошкольное учреждение номер 120, которое сотрудники украшали вместе с детьми и родителями. Благодаря таким наградам, конечно, это стимулирует в дальнейшей работе. И на самом деле хочется, чтобы наши дети и сочинцы жили радостно, весело, чтобы глаз всегда радовался красивому оформлению и освещению. Лучшими среди районов по новогоднему убранству назван Центральный район Сочи. А первое место в конкурсе по благоустройству и чистоте занял Осинский район. Та пословица, когда говорят чисто не там, где метут, а там, где не ссорят, этому доказательства, я хочу поблагодарить и разделить эту награду с каждым жителем Хостинского района, с активом Хостинского района, с депутатской группой района. Был отмечен и депутатский корпус. Среди награжденных – председатель городского собрания Сочи Анатолий Луцик, депутаты Владимир Давыдов, Юрий Дроздов, Владимир Варильджан и Аганес Чепнян. Глава города вручил им знаки почета. Год был хороший, будем говорить, немного сделано было в этом году, не подвели страну, это самый главный край, город. В школе тоже было все неплохо, много гостей было, в том числе олимпийских делегаций. Ну а завершился прием, как и подобает в преддверии Нового года, новогодней сказкой. Сотрудники администрации подготовили праздничные театрализованные программы, а в роли зимних волшебников выступили главы районов. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Елена Всецина.